Где находится Трифонов монастырь или Вятский палеонтологический музей, теперь найдет любой турист, который приедет в Киров. По инициативе главы региона и Департамента культуры в городе начали устанавливать дорожные указатели для туристов. Подробности у Миланы Поварницыной. Необычный дорожный указатель с изображением НЛУ недавно установили в Пермском крае, в месте паломничества туристов со всех регионов России и зарубежных стран. Правда, он не единственный. В этом регионе знаки есть уже около девяти туристических объектов. Скоро и на дорогах Крыма появится целый комплекс табличек на русском и английском языках для ориентирования туристов. Киров тоже весьма своевременно оказался в общем тренде. Недавно в исторической части города начали появляться необычные информационные щиты, благодаря которым стала возможна экскурсия по виртуальному Хлынову. А теперь радует глаз и привычная для Европы навигация. Дорожный знак с пояснениями на двух языках указывает путь к Трифонову монастырю. Это первый указатель, который появился в Кирове в рамках проекта по развитию культуры и туризма. Сейчас новые таблички, в том числе модульные, можно увидеть во многих знаковых местах. Для каждой достопримечательности кировщане разработали отдельный значок для лучшей узнаваемости. Несмотря на все внешнеполитические перипетии, поток иностранных туристов на Вятскую землю не иссякает. И побуждает местной власти сделать навигацию по нашему старинному городу более удобной и понятной. Идея многоязычных туристических указателей не нова. По всей Европе встречаются щиты, которые сигнализируют туристам об интересных для посещения местах. Для Кирова это большой шаг вперед. Тем более, что в проекте задействованы только средства из внебюджетных источников. Благодаря поддержке временно исполняющей обязанности губернатора Кировской области эти средства изыскиваются. И надеемся, что субъекты предпринимательства, которые также работают в инфраструктуре туристической, последуют нашему примеру и начнут устанавливать аналогичные знаки уже непосредственно своим объектам. А пока по плану в ближайшее время в Кирове и Слободском появится более 15 навигационных указателей. Среди объектов внимания – Вятский художественный музей имени Воснецовых, палеонтологические музеи, Свято-Серафимовская церковь. В 2014 году в план попадают и туристические объекты Котельнича. Далее навигационные таблички планируется установить в каждом муниципальном образовании. И, возможно, кировчане проявят креатив. Наша навигация будет отличаться от европейской особыми формами – в виде дымковской игрушки, матрешки, истабенского огурца или веселой кикиморы-вятской. Милана Поварницына, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.